всем привет вы на канале йоркширский триербония мы уже в аэропорту на канарских островах стоим вот в очереди чтобы взять машину в аренду ты устал нет нет а вот кстати не знаю в италии не надо тут не знаю наверное тоже нет просто состояние собаки после того как она лежала 7 часов подряд ну руку убери но ты хоть проверить услуги ветеринара ну ты держи просто переноску и все в общем-то это продолжалось еще долго и на это можно смотреть вечно пока расскажу вам про документы и вообще как нас встретили собакой в аэропорту испании никак очень долгий рассказ был никому не понадобились наши документы даже ветеринарный паспорт с прививками чтобы не привлекать внимание хотела боню сразу не доставать из переноски но естественно достала чтобы она размяла лапы и никого она не интересовала там также боня большая молодец она больше 7 часов не ходила в туалет хотя я и предлагала в общем когда мы прилетели в аэропорту и положила пеленочку и она сходила мы наконец-то получили машину вернее ключи и идем на парковку как же я люблю тепло и пальмы боня наконец-то может гулять потому что зимой она не любит гулять сразу бежит домой боня как обычно заняла свой наблюдательный пост побережье вторая поберёк остров все больше дорог к счастью до отеля нам ехать недолго минут 15 сейчас быстренько покажу вам room tour тут ванна кухня родители умиляются как бесится собака они видимо еще не поняли что это их кровать а у нее супер грязные лапы это первая комната комната родителей это вторая комната наша с бойкой это наш сбойный диван сейчас разложим его и самое главное это балкон тут будет гулять боня он просто огромный да тут вот тоже нашу к бару и к бассейнам нельзя и в спа и в джим нельзя с собакой поэтому мы будем тут по вечерам видимо играть в карты загорать сейчас 6 часов вечера или 7 уже здесь три бассейна два из них по моему подогреваемые а вот там вот океан вот белая вот это там не видно но это океан тут у нас футбольное поле мы сейчас пойдем на ужин и собакину придется дома побыть одной коньки в отеле выдали миски но естественно мы ими пользоваться не будем и типа лежаночка вот эта переноска я ее обожаю и она будет у поньки как лежаночка как домик она как раз любит эту переноску тут нормальная даже я оценила чувствую себя папой и никогда не брала столько еды еще пойду потом за еще одним пирожным другим мы вернулись ужина пошли гулять бонни вот так вот резко уже потемнело здесь по всей территории отеля кошки ходят поэтому я боюсь что они бросятся на бою пока вроде они и боятся кошки все ухоженные очень пошли мой ничего не видно но это уже второй бассейн мы нашли мама пошла в бар за водой нам с боникой нельзя к бару к ресторану круто куда пошла в прачечную правильно пошли кто ж тут гавкает боник еще кто-то кроме тебя живет из собак к вечеру тут становится мягко говоря прохладно поэтому бонни уже в таком более теплым спортивным костюме пошли нет в травку нет выше не пойдем все там уже улицы магазины ну а мы пошли уже спать раз-два-три-четыре бонни на нас ругается за то что мы лежим весь день и не идем с ней в зоомагазин а а а а а а а Бонюша уже готова Мы выходим уже в зоомагазин И в обычный магазин Потому что мне срочно нужен шампунь Из-за того, что мы полетели на Тенерифе А не в Дубай У Бонни не будет годового запаса лакомства Это буквально уже одна из последних пачек Это офигенные лакомства Они пахнут очень вкусно Прям даже не знаю Прям чем-то молочным И Бонни тоже очень нравится Пока мы дошли до ресепшена Мы поняли, что к половине одиннадцатого Уже очень постеплело И надо идти в платьях Я уже набрала в баре Бонни воду Наконец-то выходим Все-таки Я перед выходом заметила, что Бонни себе разодрала рану Ее грумер немножко опять порезала Мы решили ей помазать обезболивающей мазью Нельзя показывать, не снимай О чем я себе-то молюсь? Мы шли в другой зоомагазин Но нашли вот этот прям рядом с отелем Поэтому, пожалуй, сначала зайдем сюда Меня поражает вот этот какой-то пофигизм испанцев Хозяин собаки вот этой Стоял, разговаривал с кассиршей И эта собака прыгала на меня в течение 10 минут И своими когтями корябала мои ноги И никто даже не думал Сказать ей нельзя Вот прелестные игрушки Но мне кажется, это как-то не очень для собак Но мне так же надо что-то взять Ёжик тут все в песенке Вот эти очень милые А вот это вот прям классно Надо брать Вот это вот крутое, потому что таких товаров у Москвы нет И вообще нигде нет Я хотела купить Бонти консервы Кстати, тут есть полно джемкет Тут есть куча всего для игуай Например, вот шляпка и костюмчик Это шлейка Извините, пожалуйста И я, между прочим, сказала Но это уже для серариума Тут полно консервов джемкет Джемдога пока не видела Кстати, вот так хорошо у нас все заход Вот эти консервы я очень хотела Мы нашли прямо в первом магазине для собак Но это для кошек А для собак они огромные Надо подумать Вот эти консервы Ну а этой банки, по-моему, Бонни на 4 дня Они с разными видами мяса И с абсолютно разными добавками Клубника, малина, ананас, банан В общем, грунтно Все возможно А это, по-моему, даже дыня Я не знаю Думаю, надо сходить в другой дом Магазин и посвятать маленькие все-таки Здесь вариант для кошек Но что-то не хочется пока Да что на кошках есть? А так выбор небольшой Консервов и фамилии нет Поэтому хорошо что я взяла с собой К сожалению, в док-паке мы не успели купить шампанское Хотя могли это сделать В Монте-Карло, например Я увидела здесь вот такие крутые Вообще огромные бутылки Но оказалось, что там просто сухой корм Вот это Харис, вот такое платье И вот здесь Какой мир Здесь куча лаков Зинток Прикольных Я думаю, сейчас сходим в другой зоомагазин И вернемся сюда Смотрите, с бананом Я думаю, надо будет взять Обязательно Вот это еще фирма хорошая Но это я не хочу что-то брать Оно непрезентабельно выглядит А это что? Какие-то Тоже, думаю, надо взять Вместо Джерхая Такие можно попробовать Кстати, по одному евро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok